Я удивляюсь тому, как городские власти с нами обходятся. Это социально значимый объект, он очень важен для всех нас, особенно люди, которые живут в Линском округе, в Линском районе, потому что, конечно, рынок должен быть, как сказал оратор, предыдущий в шаговой доступности, он должен быть удобный. Это центр города, здесь есть такая поговорка, все дороги ведут в Рим, так и здесь. Все дороги со всех районов города, они ведут сюда, в центр города. И, конечно, его надо, возможно, отремонтировать, отреставрировать, привести в порядок. Никто с этим не спорит, но нам уже долгое время говорили, что он вообще в аварийном состоянии, а после обследования сказали, что нет, он не в аварийном состоянии, что он вполне крепкий, вполне и можно пользоваться. И, конечно, продовольственный рынок надо оставить здесь. А для того, чтобы не было таких коллизий, может быть, стоило все-таки референдум в городе провести? Как скажут жители? Наш калужский рынок, я считаю, что он всегда должен быть на этом месте, где он был. И никто не должен его сдвинуть отсюда. Почему? Привожу простые доводы. Приезжает Правый берег, приезжает Перемышль, приезжает Таруса, приезжают другие области. И мы всегда здесь, вы помните же автовокзал? Он всегда был за этим домом. И всегда приезжали, мы всегда здесь встречались, и всегда общались. И это место, это место соединяло в нас, и плюс, плюс очень большой, давало очень много рабочих мест другим жителям Калуги, которые здесь работали. Вы представляете, сейчас этот рынок убрали, у меня в голове не поднимается мысль, как 3, 4, 5 тысяч людей потеряли работу. Власть пытается отнять у нас общенародное достояние. В этот рынок вложены копейки всех моих родных, копейки налогоплательщиков, и мои тоже. Я не хочу, чтобы его закрывали, но, к сожалению, меня никто не спрашивает. Путин сказал любимого, чтобы было, как в Калуге. А знает ли Путин президент страны, всея Руси? А как в Калуге? Я думаю, что не знает. А если знает, то оставляю это без комментариев. Голосуйте, скоро выборы. Но краеведы Калуги на приеме у Горобцова, городского головы, в январе месяце, отчаянно пытались защитить это здание типовое, дорогое всем нам. Они готовы представить власти документы о том, что рынок не одну сотню лет был на этом самом месте. Был торф, были гостиные ряды, простите, были торговые ряды. Торговые ряды, там торговали мясной и молочной продукцией. Постепенно вся торговля переместилась туда. С этим рынком также связаны все наши лучшие воспоминания. Там есть все. И не надо посылать меня на окраину. Я не пойду туда никогда, потому что мне неудобно туда ездить. Мне неудобно туда ходить. Почему там нет инфраструктуры? Потому что там был скотомогильник. И мы знаем это из газеты. Мы читали эту газету. Все калужане знают об этом. Так почему же я должна покупать там продукты питания? Горобцову, уходя от него, делегация краеведов сказала, если вы сохраните рынок, калужане вам простят все. Он ухмыльнулся. А через два дня он не пригласил нас, краеведов, на архитектурный совет, на котором было решено, что рынка у нас не будет. Мне стыдно за нашу власть.